В 2021 году самой быстрорастущей отраслью в мире Bluetooth гарнитур, разумеется, стала категория полностью беспроводных наушников, так называемых ТВС. А в этом большом сегменте доля ТВС с ANC, Active Noise Cancelling, стремительно растет. По данным Future Source, в 2018 году только 7% всех наушников в мире имели ANC. В 2020 их доля составляла уже 18%. В 2021 году доли ушей с поддержкой ANC, я уверен, будет еще больше. Плюсы активного шумоподавления очевидны для всех. Можно слушать музыку, не отвлекаясь на окружающий шум, либо смотреть фильмы. Можно относительно спокойно ехать в метро, лететь в самолете, наслаждаясь любимыми треками или подкастами, и не отвлекаться на внешний шум. Но система ANC не идеальна, как вы понимаете. Слишком много факторов нужно учесть производителям. ANC в основном хорошо гасит низкочастотные шумы. И не забываем, что уши должны не просто гасить внешние шумы, но и производить музыку. К глубокому сожалению, покупателей качество ANC довольно сильно различается в зависимости от модели. Разница зависит от используемого процессора для обработки внешних шумов, применяемых алгоритмов, качества микрофонов и их количество, применяемых мембран, динамиков и других факторов. Самый правильный способ проверить, удовлетворяет ли вас качество ANC, это послушать конкретные наушники в шумном месте, притом именно в том шумном месте, в котором вы планируете проводить основное время. Но далеко не у всех есть такая возможность, поэтому я хочу представить вам свой именной топ наушников с поддержкой активного шумоподавления, а вы уже сможете составить для себя мнение и затем уже искать понравившуюся вам модель в продаже. Это мне кажется будет просто. Как всегда на все модели из моего топа есть отдельные полноценные обзоры с примерами работы микрофонов, а также больших топов на канале. Все ссылки в описании под видео. И не забываем, что этот топ максимально субъективен. Почему? Потому что те же AirPods Pro необходимо тестировать с айфоном. Если вы берете Huawei-вские наушники, идеально, максимально они себя раскрывают с мобильными устройствами от Huawei. И при любом раскладе, какие бы ни были супер наушники, включая соньки четвертой за 28 тысяч рублей, активное шумоподавление, точнее активация данной функции будет искажать звук. При любом раскладе не существует на данный момент наушников, которые для аудиофилов сделают так, чтобы вы не слышали окружающие шумы с одной стороны, а с другой стороны от этого звучания не страдало. Страдать оно будет при любом раскладе, в той или иной мере. 938-й, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, канал Без Мата. Ежемесячно на канале проходят конкурсы пяти ми-бэндов шестой серии, которые разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому из видео. Все новинки стараюсь покупать первым, рассказывать вам. Вы уже дальше обсуждаете все это либо в моем телеграм-канале взаимопомощи, ссылку на которую вы можете найти в описании к видео, либо в комментариях под обзорами. Из последнего были еще раз Соньки четвертые, Soundcore Live P2 Mini, Soundcore Live P3 и будут ComfoBuds вторые. В общем, проще говоря, наушников на канале больше трех сотен, смотрите, кому интересно. Ну а теперь мой личный топ наушников с активным шумоподавлением, в зависимости от того, насколько они хорошо, в разных условиях обстановки, по моему мнению, отрабатывают. На десятое место моего топа я разместил Xiaomi FreeBuds Pro. Если кратко перечислить их плюсы, то это беспроводная зарядка бокса, мультипоинт на два устройства, активный шумодав, Bluetooth версии 5.2, отличный режим прозрачности, поддержка кодека APTX Adaptive, в комплект входят сами наушники, сменные хорошего качества амбушюры, бокс для зарядки, кабель для зарядки, инструкция. Первые сутки от бокса и ушей лично у меня пахло клеем. Выветрилось очень быстро, но осадочек остался. Два индикатора на кейсе, один заряда, второй сопряжение. Сопрягаются наушники первый раз через зажатие кнопки на кейсе, как в принципе у большинства ушей. Подключение к девайсу после первого сопряжения умное, подкрытие крышки. Беспроводная зарядка бокса работает, заряжать бокс можно также по кабелю Type-C. На три перезарядки наушников его хватает. И управление сжатием ножки тоже приятный момент. Есть при подключении имитация механического щелчка, пока ощущается слегка колхозно. По управлению на данный момент на выбор можно завести следующие функции. Изменение громкости, плей-пауза, перелистывание треков, изменение режимов активного шумодава и прозрачности и вызов голосового помощника. На данный момент есть только китайский голосовой помощник. Датчики приближения работают хорошо, автопауза в наличии. При необходимости его можно отключить в программе, но тогда вы автоматом отключите функцию энергосбережения, с которой при бездействии более трех минут в ушах наушники выключаются. Из программы можно управлять тремя режимами шумоподавления, включать один из двух режимов прозрачности, есть проверка прилегания наушников, есть поиск наушников, реализован стандартным писком. В лаборатории можно включить мультипоинт на два устройства, кодеки AAC, SBC и aptX адаптив поддерживаются, микрофоны на данный момент не худшие, но и не лучшие, что я слушал. Звучание – это хороший объем, довольно неплохие низкие частоты и даже средние не просажены, но с высокими частотами по мне здесь совсем беда, прямо до срывов. Да и детализация, слоистость баса здесь вызывает серьезные вопросы, учитывая их стоимость. Недостатки. Программа пока только на китайском, обещанной анимации по коварь я лично нигде не смог завести, обман по автономности при быстрой зарядке больше, чем в два раза. На данный момент не по коду aptX адаптив наушники работают просто отвратно, отсутствие самоотключения наушников без подключения по блютуз и довольно быстрый разряд – это очень такой приличный минус. Нет информации по защите от влаги, нет эквалайзера в программе, но основной минус – звук при активирован ANC. Он меняется в очень худшую сторону, поэтому данные уши только на 10-м месте. Цена по ссылке в описании к видео в районе сотни долларов. Сейчас, кстати, 23-го числа стартует распродажа на Алиэкспрессе. Почти все эти наушники стоят неприлично дешево, опять же, относительно. Потому что можно брать купоны у продавцов и промокоды, которые первые пару дней, вот сегодня и завтра будут еще действовать. Так что, если вы планируете себе что-либо купить на Алишке, как раз самое время зайти на Алиэкспресс и посмотреть. Если лень искать выгодные предложения, можете зайти в мой телеграм-канал скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Или посмотреть мой вчерашний стрим, что именно я под себя подобрал, включая Mi Pad 5 Pro и всякие другие девайсы и дорогие дешевые, которые на данный момент можно купить довольно дешево. Я делал стрим, можете посмотреть его в записи по ссылке в правом верхнем углу. По наушникам, резюмирую, дизайн отличный, функционалы исполнения супер. Не особо порадовала автономность, активный шумодав отрабатывает просто неплохо, но не отлично. Прозрачность тоже отрабатывает, все в принципе как у всех. И еще раз, на каждой из этих моделей есть обзоры на канале, и на каждой из этих моделей, помимо примера качества микрофонов, есть примеры задержки в роликах на данные наушники и более полное описание характеристик, возможностей и недостатков. Плюс вы всегда можете в комментариях под этими роликами, которые уже не первый месяц у некоторых наушников висят на канале, прочитать отзывы владельцев. И вот это по-настоящему бесценно, потому что, как вы знаете, комментарии пишут как те люди, которые безумно рады это дело купить, так и те, кто разочаровались. На девятом месте моего топа находится Anker Soundcore Live P3, новые свежие уши, при том не очень дорогие. Упаковка приличная, в комплекте наушники, зарядный бокс, хороший кабель USB Type-C для зарядки, 4 пары сменных амбушюр неплохого качества, и пятая пара размера M по умолчанию стоит на наушниках, и некоторое количество макулатуры. В продаже целый ряд цветов, темно-синий, бежевый, коралловый, голубой и черный. Зарядный кейс изготовлен полностью из матового пластика с глянцевой вставкой по периметру крышки. Габариты составляют 61 на 53 на 31 миллиметр, а вес 50 граммов. На корпусе кейса имеется разъем для зарядки USB Type-C, тройной светодиодный индикатор, на основании стандартной информации на английском и на крышке глянцевый логотип компании. Емкость аккумуляторного кейса 800 миллиампер часов, что дает возможность 5-6 раз перезарядить наушники. Быстрая зарядка есть, за 15 минут в боксе дает 20% заряда. Емкость аккумулятора одного наушника 63 миллиампер часа, полный цикл зарядки 1 час 10 минут, отыграли они у меня 3 часа 45 минут на 100% громкости с включенным ANC и 6 часов 57 минут на 50% громкости. Наушники имеют 11-миллиметровые динамики и технологию BassUp. Беспроводная зарядка тоже в наличии у бокса, весит каждый наушник по 5 граммов. На корпусе каждого наушника расположены по 3 микрофона с шумоподавлением CVC, как и у всех. На звуководе удобный выступ для фиксации амбушюр, на ножке по 2 углубленных контакта для зарядки и сенсорная панель управления тапами. Из тапов доступна плей-пауза, регулировка громкости, переключение между треками, включение и выключение шумоподавления и режима прозрачности. Управление вызовами и активация голосового помощника. Отклик сенсорной панели отличный, ложных срабатываний по минимуму. Одно касание можно отключить-включить для защиты от ошибочных касаний. Шумоподавление работает нормально, но некоторые незначительные звуки иногда пропускает. Режим прозрачности слегка преувеличивает по громкости окружающие звуки. Заряд в шторке вашего устройства виден. Работают по одному, переподключаются бесшовно, автоматически моментально подключаются после извлечения из бокса к ранее сопряженному устройству. Имеется защита от влаги и пыли IPX5. Для наушников есть функциональное приложение Soundcore, доступное на андроиде и на iOS-системах. Оно здесь на русском языке. Bluetooth версии 5.0 из кодеков завезли только AAC и SBC. Через две стены не отваливаются, фризов нет. Микрофоны ветер глушат отлично, как и окружающие шумы. Голос слышно глухо, но в принципе четко. Звучание достаточно объемное, описываю звук без пресетов и изменений через эквалайзер. Бас яркий, шипения на 100% громкости нет, как и сильной каши. Звук глубокий и детальный, но все зависит от композиции, тем более ее качество. Запас громкости есть для меня лично с головой. Слушать музыку приятно, нет диссонанса и смущающих моментов. Из минусов нет анимации, сами уши скользкие и марки, микрофоны в этот раз немного меня лично расстроили. Нет сенсоров приближения и мультипоинта. Малый набор кодеков, есть саморазряд бокса, стоят эти наушники плюс-минус 80 долларов, на распродажах 60. Ссылка в описании к видео. Как всегда резюмирую, автономность топ, как и звучание для своей стоимости. Задержки в играх мизерны, есть свои минусы, которые я уже перечислил, но все же за свои деньги наушники оправдывают отсутствие некоторых функций с головой. Активный шумодав не супер, отдельные звуки он все-таки пропускает. Но все зависит от того, какие амбушюры вы под себя подобрали. На восьмое место моего топа я поставил Samsung Galaxy Buds Pro. Странно, что не близко к третьему, скажете вы, но я обосную. Сначала фишки и основные плюсы. Изменение громкости с наушников возможно. Dolby Atmos на борту, топовые материалы, беспроводная зарядка бокса, адаптивное шумоподавление, как и функция прозрачности здесь просто супер. Форма наушников при этом вообще мало кому удобна, это факт. Но умные функции здесь хороши. Бокс здесь не имеет прорезиненного дна, но обладает функцией беспроводной зарядки. Подключение умное, два диода индикации для заряда и сопряжения. В боксе за 24 минуты заряжались они на 50%, за 1 час 10 минут на 100%. На две полные перезарядки наушников заряда бокса хватает, еще хватает примерно на процентов 40. Нет никакого саморазряда, в отличие от наушников от Huawei, очень многих их моделей. Есть быстрая зарядка наушников, 5 минут в кейсе дают час звучания на 50% громкости, и по моим тестам они их реально дают. В каждом наушнике по два драйвера, 6,5 мм для средних и высоких частот и для басов на 11 мм. Уши можно отследить в программе при потере, по шумодаву можно сказать, после последнего обновления его почти нет. Они вообще в топе, можно сказать за первую версию шумодава. Может быть его еще допилят, или кто-то как-то по-другому слышит, но вот на данный момент он не фонтан. Хотя даже в лучшие времена шумодав в метро не справлялся полностью, метро будет слышно даже при включенной музыке. Притом интеллектуальная функция прозрачности, работать после обнова стало лучше. Функция прозрачности здесь кстати просто супер, при активации прозрачности и шумодава вы получаете кстати ужасный звук. Примерить эти уши довольно просто, благо продают их на каждом углу, и обязательно это сделать перед покупкой, стоят они недешево. Сенсоры приближения работали у меня отлично, амбушюр в комплекте не так много как хотелось бы. Функции по сенсорам, плей пауза, перелистывание треков, вызов голосового помощника, сброс звонка и ответ на него, а также изменение громкости. Есть фишка увеличения громкости звукового фона, она позволяет ушам работать как слуховой аппарат. Эквалайзер с его пресетами по мне лучше не трогать, уши настроены правильно, а вот Dolby Atmos включать обязательно, если его поддержка есть у вас в смартфоне. Функция Audio 360 со смартфоном работает, но по мне она бесполезна. По автономности по родному кодеку при 70% громкости у меня они отработали 6 часов 10 минут с одного заряда в паре с Samsung Galaxy S21. При работе по кодеку AAC с OnePlus 9 Pro на 100% громкости работали они ровно 7 часов. Bluetooth версии 5.0, кодеки только AAC, SBC и Scalable, как вы понимаете, Scalable родной самсунговский кодек. Ловят уши только через одну стену, в целом подключение стабильное, но микрофризы тоже бывают. По звуку низкие частоты не выпирают, бас слоистый, но в то же время глубокий и хлесткий. На максималках сибилянтов разумеется нет, объем великолепный, высокий без перегрузов, но лично я слышу небольшие обрезки на самые верхушки. Я бы сказал, что здесь постарались сделать максимально идеальное для прослушивания АЧХ прямо в стоке. Минусы это цена, топовый звук только по родному кодеку, соответственно только с телефонами Samsung. Сеточки звуководов у многих отлетают, сервис это дело не принимает, придется клеить самому. Весь смысл девайсов в экосистеме Samsung, как и у большинства, кстати, топов. И разумеется форма с пузатостью тоже минус. IPX7, как ни странно, я тоже отнесу к минусам, на него надежды нет. Посмотрите на мой обзор на эти уши и вы поймете о чем я. Цена по ссылке в описании к видео почти 15 тысяч рублей с бесплатной доставкой, иногда продают по 11, по 12. В магазинах уже давно 12. Резюмирую. Эти наушники от Samsung, для Samsung и Pro Samsung. И только по оценке работы активного шумодава они на восьмом месте. Ведь мы сегодня именно его оцениваем, а он с последними обновами стал здесь ужасен, лично по мне. Такая вот печаль. На седьмом месте я поставлю OneMock Amphabats Pro. Кстати, у меня пришли их еще синие версии, я с чем-нибудь их сравню и расскажу вам свои ощущения, потому что звучат они, конечно, вау. К плюшкам этих ушей от корпорации Xiaomi я отнесу анимацию подключения, которую можно настроить на любом андроиде. И главное дать все разрешения. Функция активного шумоподавления разделена здесь на три, притом одна из них заточена на подавление ветра. И это у нее получается. Функция прозрачности, быстрая зарядка, в комплекте силиконовый чехол, очень приличного качества. Изменение громкости на борту, сенсоры приближения работают, отключать их, кстати, можно. В комплекте с наушниками чехол, кабель для зарядки, кейс, силиконовые накладки, которые можно приклеить на кейс, и три пары дополнительных амбушюр. Диод индикации заряда кейса слегка бесполезен, но в программе можно увидеть оставшийся заряд, так же, как и в анимации. Емкость бокса 450 мАч, на две полные перезарядки его хватает. Сразу после открытия крышки бокса наушники подключаются к ранее сопряженному устройству. За 15 минут зарядки в боксе наушники выдают два бодрых часа звучания, разумеется, только на 50% громкости, которой вам хватит. Вот такая вот быстрая зарядка. Чтобы зарядить бокс, нужно два часа. Наушники довольно забавно вынимаются нажатием на ножку наушника в кейсе, сеточка звуковода из металла, звуковод короткий и овальный. Диоды в ножках выглядят лично для меня колхозно, благо при проигрывании музыки они не мигают. По функции прозрачности она здесь реализована максимально удачно. Активный шумодав на высоте, 40 дБ обрезает, ветра не слышно. Это в режиме отсекания ветра. Программа для настройки тапов довольно простая, хоть и на английском языке. Функции можно завести не так много, но при этом ложных нажатий нет. Сенсоры приближения можно отключить или перевести их в умный режим. Супер бонусом я считаю режим прогрева ушей. Эта программная штука обычно есть только в наушниках премиум класса. По автономности у меня они на 100% громкости, отыграли 6 часов 55 минут, на 50% производитель обещает 8 часов. Громкость с запасом при том приличная. Защита от влаги номинальная, IPX4. Дождя стоит опасаться. За час уши заряжаются полностью. В анимации подключения вы сразу можете увидеть заряд кейса вместе с боксом, зайти в настройки и поменять назначение тапов, либо изменить режим работы шумодава. Блютус версии 5.0 от источника ловит только через две стены, через три уже теряет связь. Переподключение между наушниками бесшовное, при использовании по одному шумодав и функция прозрачности не работает. Задержка в играх при подключении по кодеку AAC для меня комфортна, но по SBC просто беда. Микрофоны порадовали по звучанию. Верхние частоты здесь не звучат пронзительно, что характерно обычно для вкладышей. Звуковая сцена здесь нейтральна, но она в то же время широкая. Звук сбалансирован, чист с натуральным вокалом. Средние частоты максимально детализированные, звук правильный, басы не перегружены. При активации шумодава вы получаете намек на басхедные наушники. Как вы понимаете, звук изменяется. Хотя звучание этих ушей без ANC меня просто нереально порадовало. Минусы беспроводной зарядки у кейса нет, функции мультиподключения нет. Нет встроенного эквалайзера, программа для настройки тапов только на английском языке. Кодеки только AAC и SBC. Мало функций завезли, одиночного тапа здесь нет. Цена по ссылке в описании к видео будет во время распродажи в районе 60 долларов, а может быть даже дешевле, надо посмотреть. На крупных распродажах бывает еще дешевле. Резюмирую, советую. Эти наушники уже можно послушать в аудиофильских магазинах. Ну а если они вам зайдут купить на сейле на али, а не топ, ANC в режиме подавления ветра работает отлично. На шестом месте моего топа Oppo Enco Free 2. Из плюшек на борту активное шумоподавление, драйверы DIN Audio, 4-ядерный чип для обеспечения ANC, режим автопаузы, 3 микрофона с алгоритмом для снижения шума ветра. Опять же стандартный CVC, автопауза, управление тапами, игровой режим с низкой задержкой, персонализированное усиление звука, до 30 часов воспроизведения музыки. И это и правда так и есть. Защита от влаги и пыли IP54 и она на борту. Комплектация самих наушников, кейс, бумажки на китайском, коробочка с двумя парами сменных амбушюр, они здесь не фонтан, кстати. Кабель для зарядки USB Type-C, бокс по форме овал, с наружной части бокс индикатор заряда, порт для зарядки USB Type-C и функциональная клавиша для первого сопряжения. Габариты бокса 52 мм на 67 мм на 24 мм, вес 39,6 граммов. Емкость аккумулятора бокса 480 мАч, наушники от него можно перезарядить 4 раза и пятый неполный. Быстрая зарядка на борту, за 5 минут под заряды наушников они проработают как минимум полтора часа. Разумеется на 50% громкости, полный цикл зарядки 80 минут по проводу. На каждом наушнике по 3 микрофона с алгоритмом шумоподавления ветра. CVC. С помощью сенсорной панели на ножках наушников можно осуществлять управление громкостью, навигацию по плейлисту, переключение треков, вызов голосового помощника, активацию игрового режима, включение-выключение режима шумоподавления и режима прозрачности, управление звонками. Активное шумоподавление заявлено до 42 дБ. Емкость аккумулятора каждого наушника 41 мАч. Сейчас по тесту у меня на 100% громкости они отработали целых 7 часов, на 50% отыграли 14 часов, но при условии выключенного ANC. Если включать, то можно автономность сразу делить пополам, но даже при этом вам смело хватит 19 часов с боксом без отключения важных функций и по заявлению производителя на 30 часов без шумоподавления и прозрачности. Полный цикл зарядки у наушников в боксе 90 минут, режим прозрачности здесь не раздражительный, подключаются они автоматически при открытии бокса с ранее сопряженным устройством, автопауза отрабатывает хорошо. Сенсоры приближения работают здесь на отлично, по отдельности наушники работают и переключаются бесшовно. Есть официальное приложение Hair Melody, доступное как на андроиде, так и на iOS системах. Приложение полностью переведено на русский язык без косяков. Заряд каждого наушника и кейса в приложении отображается достоверно, обновление прошивки ушей делать обязательно. В приложении можно настраивать управление тапами, блютуз здесь версии уже 5.2, вот смотрите на них топы. Вот так надо делать. Наушники не отваливаются, через две стены ловят свободно, микрофризов по минимуму. Поддерживаются кодеки AAC и SBC, задержки на ютюбе не ощущаются, микрофоны показали себя хорошо, шумоподавление отрабатывает хорошо. Есть небольшие искажения в голосе при явно громких посторонних шумах по звуку, отыгрывают они 100% своей стоимости однозначно. Низкие, средние и высокие частоты не налазят друг на друга даже на максимальной громкости, исходя из этого каши нет. Звучание детальное, бас слоистый, работают хорошо как с андроидом, так и с iOS системами. Высокие частоты здесь хороши, что странно для затычек. Из минусов только размер зарядного бокса, отсутствие беспроводной зарядки и то, что вы не можете использовать тап для фотографирования не на телефонах оппа. Хотелось бы набор кодовков, конечно, побольше, нет русской озвучки в наушниках, инструкция пока только на китайском, плюс приличный ценник, хоть и не космос. Цена по ссылке в описании к видео с бесплатной доставкой в районе 60 долларов, плюс-минус, смотрите и следите, есть ли распродажи. Резюмируя, за свою цену отличные наушники, оправдывают свою стоимость по звуку и богатому функционалу. А про автономность я вообще молчу. Радуют дополнительными фишками с персонализированным звуком и тестами на прилегание к ушам. Активный шумодав мне очень понравился, пусть он слегка и сильный. Вообще, я всегда именно эти наушники советую, если люди спрашивают по полному набору функций, что такое золотая середина в районе 60 долларов, это именно эти уши. Лично для меня сейчас среди затычек. На пятом месте у меня беспроводные наушники вкладыши Huawei FreeBud 4. Как вы уже догадались, функция активного шумоподавления здесь очень неплохо реализована. Что странно, это единственные вкладыши на рынке, у которых она в принципе есть, до этого были только в тройках FreeBuds'ах, но она была там просто для мебели, а здесь она работает. Но сначала кратко по фишкам. Уникальный эргономичный дизайн бокса, созданный на этот раз с учетом формы ладони. Удобное сенсорное управление, плюс регулировка громкости. Активное шумоподавление версии 2.0. Анимация при подключении с телефонами Huawei в наличии. Программа для комфортного управления, настройки тапов, а также обновления прошивки. До 22 часов воспроизведения. Интеллектуальное определение посадки в ухе для точной и качественной передачи звука. Большие на 14,3 мм динамические драйвера LCP внутри каждого наушника, сопряжение с двумя устройствами, возможно, наш любимый мультипоинт. Нереальный для кладышей активный шумодав, который отрабатывает вообще отлично. Топовые микрофоны, комплект бокс для зарядки наушников, наушники, документация на китайском для китайской версии, на английском и русском для русской. Кабель для зарядки бокса и, конечно же, никаких амбушюр. Качество супер. На корпусе бокса расположен разъем для зарядки USB Type-C. Световой индикатор заряда и изображение логотипа компании-производителя. Сбоку еле заметная кнопка сопряжения с устройствами. Бокс круглый, диаметр составляет 58 мм, весит 39,1 грамма без наушников. В китайской версии на 1 грамм тяжелее. Вес одного наушника 4,1 грамма. Кстати, вы узнаете сейчас, почему тяжелее. Емкость аккумулятора 410 мАч. Полный цикл зарядки от родного USB 1 час. Уши заряжаются полностью за 30 минут. Емкость аккумулятора каждого наушника 30 мАч после быстрой зарядки с 0 до 70 за 15 минут. Они смогут отыграть на 100% громкости по кодеку AAC 2 часа 40 минут с включенным активным шумоподавлением. Без ANC на 50% громкости уши отыграли 4 часа. Воспроизведение музыки с полностью заряженным чехлом 22 часа. Бесправная зарядка бокса на борту, но только для китайской версии. То, что продается в магазинах в России, не имеет данную функцию. Наушники в ушах сидят отлично, дискомфорта нет. Каждый наушник оснащен собственным усилителем. Из тапов нам доступно управление громкостью, вызов голосового помощника, управление вызовами, переключение музыки, активация шумоподавления и его отключение. Сопрягаются со смартфонами всеми быстро. Заряд в шторке смартфона виден. В наличии есть мультипоинт, и он здесь работает. Сенсоры приближения работают без задержек. По одному наушники работать могут. Переподключаются между левым и правым бесшовно. Двухрежимная запись звука HD на 48 кГц. Защита от пыли и брызг IPX4. Официальное приложение Huawei iLive доступно на андроиде и на iOS системах. Можно обновить прошивку через него, что нужно сделать обязательно. У шумоподавления два режима, которые можно переключать в приложении. Это комфорты обычные. Bluetooth версии 5.2. Через две стены наушники ловят, но не больше. Фризов нет, не отваливаются. Задержки минимальны. Звучание лучшее среди вкладышей. Да, чудо не произошло, здесь нет особо среднего баса и о слоистости речи здесь не идет. Но он здесь с панчем и он здесь есть, что удивительно. Разумеется, средние и верхние частоты звучат просто волшебно. Звук голоса передается максимально натурально, вокал прямо супер. И главный плюс подобных ушей, вы можете послушать их в любом магазине. С активированным активным шумодавом звучит все разумеется хуже, но это не удивительно. Здесь все как у всех. Если говорить про активный шумодав, он работает здесь очень неплохо. Из минусов скользкий дизайн наушников, микрофон в ножке не защищен и быстро забьется грязью. Хотя не факт, смотря как будете носить. Кодеки тут только AAC и SBC. Хотелось бы больше автономности. Она здесь небольшая анимация, только на девайсах Huawei. И разумеется цена. Цену на наушники можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Она здесь в районе 150 долларов на сейлах и дешевле, если найдете купоны и промокоды. К минусам могу также отнести то, что беспроводной зарядки в российской версии наушников нет. И даже по сборке крышка китайской версии, в отличие от нашей российской версии наушников, не люфтит. И это странно. Резюмирую. Наушники топ, но цена кусается. Если выхватить на сейле, то будет вообще супер. Среди вкладышей это лучшие вкладыши по звуку. Звук порадовал, как и совершенно поразительная низкая задержка. Активный шумодав очень достойный на уровне шумодава затычек. А это вкладыши. На четвертое место моего топа я поместил Sony WF1000XM3. К основным плюшкам данных ушей я могу отнести хороший, но однозначно не аудиофильский звук. Как вы понимаете, аудиофильский звук это все-таки не про ТВС, а про проводные. Хотя хочется все называть аудиофильским. Если что-то правда можно назвать, то это Sony. Вот эти третьи и четвертые. И синхи вторые. Но это дальше. Шикарнейшая упаковка. Бокс NFC для ускорения подключения к источнику. И относительно быстрая зарядка. 10 минут в кейсе дают вам 90 минут звучания. При настройке ушей программа предлагала мне сфотографировать уши с наушниками. Оказалось, что фотографии нужны для адаптации звука и в двух платных стриминговых сервисах. В комплекте кабель для зарядки Type-C. Бокс для зарядки наушников, который вместе с ушами внутри весит 91 грамм. Море максимально понятных инструкций. 7 пар амбушюр, включая 3 пары пенных. На лицевой части бокса индикатор, показывающий текущий уровень зарядки. Там же находится чип NFC. Чехол может 3 раза полностью перезарядить наушники. Программа на русском языке. В ней можно настраивать шумодав, менять назначение кнопок, выбирать язык, на котором уши будут говорить, обновлять прошивку, проигрывать музыку и до упора настраивать под себя эквалайзер. Конечно, в программе можно посмотреть заряд наушников. Говорит о ушей довольно приличные. 32 мм в длину, 18 мм в ширину и 25 в высоту. И каждое ухо здесь весит 8,3 грамма. По автономности с шумодавом на 100% громкости они работают почти 4,5 часа. При деактивированном шумодаве уши живут на 100% громкости около 6 часов. Запаса громкости здесь нет, но ушки играют хорошо. Если вы не лютый аудиофил, вам понравится это дело на 100%. По звуку. Sony как будто рассаживают оркестры из оркестровой ямы по всему полю. И виолончель в них с легкостью станет контрабасом. Ну это так. Лично мое мнение. Мечта фаната попсы электроники, пойдет в них и легкий металл. Никакого микроконтраста, разумеется, здесь нет. Средние частоты хороши, но хочется больше эмоций. Идеально все сделано для вокала, и даже плохая запись звучит здесь хорошо. По микрофонам они хорошие, некоторым собеседникам кажется, что звук как из бочки, но большинство отмечают, что микрофон даже лучше, чем напрямую с телефона. Задержки в играх и на ютюбе заметны нет, управление сенсорами, ложные нажатия у меня бывают, но редко. Из откровенных недостатков кодеки только стандартные AAC и SBC, мультиподключения нет, а переподключение осуществляется через костыли. Вам нужно на 7 секунд удерживать сенсоры, чтобы ушки вышли в режим сопряжения. Только потом искать их на другом устройстве. Функции беспроводной зарядки нет. Наушники огромные, очень много ловят помех, но не отваливаются. Датчик приближения иногда глючит. Окружающие будут слушать, что именно играет в ваших ушах на более чем 80% громкости. Это странно для затычек. Обычно это проблема вкладышей, либо накладных наушников. Еще печалит полное отсутствие официальной защиты от влаги. Резюмирую, советую. Шумодав хорош, но не идеален. Метро даже на 100% громкости немного слышно, но если правильно подобрать пенные амбушюры, не слышно будет вообще ничего. А если брать по звуку, то я однозначно советовал бы послушать и тройки, и четверки. И скорее всего, Sony 3 вы купите. Несмотря на мое сухое описание данных наушников, это одни из топа 3 тех наушников беспроводных, которые я могу советовать без зазрения совести. За свою стоимость они нереально круто играют. Так же как анкер либерти 2 про, и так же как в принципе синхи вторые, если вы сможете их себе в уши запихать. Но это все лирика. Топы по звучанию есть на канале, так же по мультипойнту, так же топ 10 вкладышей, вообще топов 28, если хотите подобное смотрите. Они еще короче, чем этот. Оптимизирование. Если хотите, кстати, короткие топы, напишите в комментариях, я буду делать их меньше. Из минусов еще у Sony 3, это то, что все ожидают, что там есть какие-то особые кодеки, а по факту там только поддержка кодеков AAC и SBC, и отмечаю, что беспроводной зарядки здесь нет в них. Что довольно тоже так печально, но у них есть огромный плюс относительно четвертой версии, это ценник. Их реально купить в районе 10 тысяч рублей. Четвертые максимум сейчас на распродаже вы сможете купить за 21 тысячу на томоле. Но это минимальная цена, и вряд ли она как-то сильно упадет, а учитывая, что по звуку они могут друг с другом поспорить, а я за то, что Sony 3 на данный момент играют однозначно лучше. Вот подумайте раза три и послушайте обязательно то, что вы слушаете. С этих наушников просто так не берите. Не идите в магазин, не слушайте то, из чего они предлагают, а берите свой источник, слушайте то, что вы слушаете, проверяйте, чтобы наушники были обновлены и сравнивайте. Это все-таки топовые устройства, продаются в аудиофильских магазинах, и их реально послушать. На третьем месте у меня еще один представитель Huawei, а именно Huawei FreeBuds Pro. Кратко, плюшки у данных ушей следующие. Беспроводная зарядка бокса, сенсоры приближения, шумодав и функция прозрачности, безумная автономность 7 часов, анимация и программа, управление сенсорами и датчиками сжатия, нереальное звучание при оптимизации в среде Huawei, Bluetooth версии 5.2, мультипоинт на два девайса, это нереальная фишка, причем работает со всеми устройствами, внутри коробки кабель зарядки, инструкция, наушники, три пары сменных амбушюр и бокс для зарядки. Максимум при подзаряде в боксе и полной зарядке наушников Huawei выдает 30 часов автономности. Естественно, при 30 часах они будут играть только на 50% громкости, в связке с родными девайсами, и шумодав и функция прозрачности, разумеется, должны быть отключены. За 40 минут в боксе наушники заряжаются на 100%, Huawei-вский бокс заряжается за 1 час по проводу, за 2 часа беспроводной зарядкой, с 0 до 100. Кнопка для сопряжения и переключения между девайсами у Huawei сбоку. По программе вы скачиваете программу Huawei iLive и можете дальше настраивать устройство. Свайпами можно менять громкость, при том не самого девайса или плеера, а именно с наушников. Удобные сенсоры, сенсоры приближения, кстати, работают хорошо. Автономность на 50% громкости с отключенными функциями прозрачности и шумоподавления целых 7 часов. Активный шумодав отрабатывает очень хорошо, блютус версия 5.2, задержки в играх и ютюбе заметны нет, играть приятно. В программе можно проверить, правильно ли вы подобрали амбушюры, через две стены Huawei ловят, микрофризов не бывало. В связке с FreeBuds Pro с телефонами Huawei уши по мне звучат лучше, чем с остальными смартфонами. Не с Huawei FreeBuds Pro звучат на уровне Anker Live P2, лично для меня они в 4 раза дешевле, кстати. По звуку FreeBuds Pro отлично справляется, объем просто нереальный, низкие и средние частоты не обрезаны, середины натуральные, никуда не задраны, никуда не опущены. Для спорта удобная цена на Huawei Pro по ссылке в описании к видео в районе 110 долларов, а время распродажи сейчас. Но единственное, еще раз повторяюсь, что у них форма довольно опасная, может не всем подойти. К минусам могу отнести следующее. Нет никаких кодеков, кроме AAC и SBC, что странно для Huawei, у которых есть свой кодек HWA, а здесь его не завезли. Сомнительные габариты, крупный бокс, правый наушник разряжается пусть и незначительно, но быстрее левого. С амбушюрами у FreeBuds Pro пока беда, не всем подходят комплектные, и пенных пока нет, а с другими амбушюрами в бокс они не помещаются. Резюмирую, для смартфонов других брендов я бы взял другие ТВС, но при этих незначительных минусах, шум в метро Huawei побеждает на 70% громкости, с активированным активным шумодавом. Вот это вот шумодавище. Второе место моего топа занимает Apple AirPods Pro. Продукт этот максимально напичкан передовыми технологиями, и внутри процессор с производительностью, который использовали в айфоне 4 серии. 10 ядер на борту каждого наушника, шумодав самонастраивается 200 раз в минуту, внутри наушников расположены сдвоенные направленные микрофоны, датчик сжатия, внутренний микрофон, двойные оптические сенсоры, акселерометр, распознавание движения, акселерометр, обнаружение голосовой активности. Комплект прост, кабель для зарядки, бокс для зарядки, наушники, амбушюры трех размеров, минимум документации и все. Бокс и наушники глянцевые, только белый цвет. Все царапается моментально. Зарядка бокса двумя путями, либо кабелем Lightning, либо беспроводная. По кабелю бокс заряжается 2 часа 13 минут, через беспроводную зарядку около 3 часов. За 5 минут наушников в кейсе мы получаем 52 минуты звучания на 50% громкости при связке с 11 Pro Max. После 15 минут в кейсе получаем 2 часа 47 минут на тех же 50% громкости. Для полной зарядки наушников необходимо всего 22 минуты в кейсе. На практике бокс 4 раза наушники до полной перезаряжает. Размеры и вес наушников и бокса вы видите сейчас на экране. Снаружи кейса на лицевой панели есть диод, индикатор, зарядки и подключение. На задней панели кнопка для активации режима первого сопряжения. Автономность с активированным активным шумодавом на 60% громкости с паре с айфоном 11 Pro Max 4 часа. Без активированного активного шумодава 4,5 часа. И это одни из немногих беспроводных наушников, в которых ни на одном из использованных мной девайсов я не увидел задержки ни на ютьюбе, ни в играх. В приложении есть функция, которая определяет, правильно ли вы расположение наушники в вашем ухе и насколько верно вы подобрали амбушюры за счет прилегания. Притом не как у Sony. Не только для двух программ. Платных программ. На борту режим прозрачности, который активируется отдельно, шумодав работает, громкий компьютер слышно не будет. Но хорошо он справляется в основном с монотонными звуками. Например, стандартные звуки движения в метро или громкие разговоры вы слышать не будете. Наушники. Форм-фактор затычки, хотя внутриканальными их назвать довольно сложно. Я бы сказал, они гибриды. Управление наушниками осуществляется хватом, при использовании есть звуковой отклик. Скопировали это дело все, кому не лень, вы сейчас прекрасно знаете, сколько наушников с такой же приблудой и есть. Функции стандартны. Можно, например, изменять режимы работы наушников. Можно настраивать функции по сдавливанию наушников на каждый наушник отдельно. Можно настроить скорость сдавливания. Есть отдельное шумоподавление с одним AirPods. В наличии анимация на iOS-системах. На Android только с помощью сторонних программ. Можно протестировать наушники в паре со вторыми AirPods, например. Достаточно через наушники поделиться звуком. Музыка у вас будет играть через две пары наушников. Это такой вот мультипоинт, только наоборот. То есть, проще говоря, эти наушники к двум устройствам не подключить. Все надеялись, что эта функция рано или поздно появится. Она не появилась. Но две пары наушников AirPods к одному айфону вы подключить можете. Вот такой вот странный мультипоинт. Вставляете левой с одной пары, правой с другой. Пытаетесь понять разницу. Можно и так сделать. Датчик приближения работает на ура, автопауза в наличии. Если поправлять наушники во время воспроизведения видео в ушах, от касания видео на паузу не встает. Здесь есть отличная защита от ложных касаний. По звуку все играет хорошо, но не супер. Хотя по мне выделяются басы. Плюс здесь отличная детализация. Хрипов не бывает вообще ни на максимуме, ни с андроид устройствами. Из ушей они не выпадают. Дальность сигнала космос. Минусы. Пыль и влагозащита у бокса отсутствуют. Быстрая зарядка, как вы понимаете, не поддерживается. Максимум 5 ватт. В наушниках официально имеется только влагозащита стандарта IPX4. Кодеки на борту только AAC и SBC. Изменять громкость наушников нельзя. При работе шумодава музыка воспроизводится, разумеется, хуже. Разобрать рпц, не сломав их, практически невозможно. Конструкция наушников соединяется с помощью клея. Для спорта вообще они будут супер, кроме плавания. Шумодав из затычек, которые я тестил, практически лучше всех. Но хуже, чем у любых накладных. От тех же Sony. Из минусов еще раз напомню, что здесь нет мультипоинта и мега правильного звука от них ждать не стоит. Здесь обычный попсовый звук специально для того, чтобы вы почаще пользовались своим айфоном. Раскрываются наушники, разумеется, только с iOS-устройствами. Лидер сегодняшнего топа. Первое место наушники от Sony. А именно их последняя версия Sony WF1000XM4. Именно в них, по моему мнению, функция активного шумодава реализована наиболее удачно. И она наиболее универсальна. Из плюшек, если кратко, это автономность до 11 часов с выключенным шумоподавлением. Эргономичный дизайн. Это смотря как смотреть, но с точки зрения рекламы, когда мы смотрим, он эргономичный. С точки зрения пользователя, они огромные. Не боятся ни воды, ни брызг, ни пота. Быстрая беспроводная зарядка бокса есть. Сенсорное управление тапами. Активное шумоподавление. Режим прозрачности на борту. Качественный звук. Хотя я повторяю, он меньше нравится, чем в тройках. Темный он. Быстрая пауза, удерживающаяся касанием. Экологичная упаковка для тех, кто переживает за природу. Удобное приложение и кодек лдак на борту. Комплектация. Это зарядный бокс, наушники, кабель для зарядки USB Type-C и пара сменных амбушюр, не считая тех, которые уже на наушниках. И чуть-чуть макулатуры, в которые изредка проглядываются знакомые буквы. Амбушюры пенные, достаточно приятные. Бокс изготовлен из матового черного пластика. Очень похожего на софт-тач, но это не софт-тач. Габариты у кейса небольшие, вы видите их на экране, а вес без наушников 40 граммов. В руке помещается отлично, но высказывают они также стремительно. Емкость аккумулятора бокса и наушников производитель оставил в тайне. Полностью бокс заряжается за 2 часа. Дизайн наушников неплохой, но габариты просто огромные. По посадке подойдут далеко не всем. Я бы сказал, вообще мало кому подойдут. А по внешнему виду не подойдут никому. Но если вы себя обманываете, что вы в них выглядите норм, ну, ваше право. На корпусе каждого наушника расположены по 3 контакта для зарядки. Рядом с ними отметка правого и левого наушника, 2 микрофона, сенсора приближения и сенсорная панель управления тапами. Из тапов есть включение-выключение шумоподавления, управление вызовами, остановка воспроизведения удержанием, воспроизведение паузы, переключение трека в плейлисте, вызов голосового помощника, регулировка громкости и включение-выключение режима прозрачности. Оснащены наушники интегрированным процессором V1, разработанным Sony, и 6-миллиметровым динамическим драйвером. Шумоподавление тут просто топовое, но к нему придется привыкать. Режим прозрачности работает крайне реалистично и не раздражающе. По одному наушники работают, переподключаются, разумеется, бесшовно, но через секунду воспроизведения появляется голосовое уведомление. Как его отключить, пока я не знаю. На 50% громкости они проработают 7 часов 45 минут с включенным шумоподавлением и 11 часов 50 минут с выключенным. В режиме разговоров живут около 5 часов с включенным шумоподавлением. Полный цикл зарядки длится 1 час 25 минут. Защита от влаги IPX4. Приложение для управления наушниками называется Headphones Connect. Оно доступно как на андроиде, так и на iOS-устройствах, допилено и адекватно. Довольно функциональное, переведено полностью. Настройка пресетов куча, разберется даже ребенок. Ребенок аудиофил, потому что там много где нужно будет копаться. Прошивка из приложения обновляется, Bluetooth версия 5.2, из кодеков SBC-AAC и кодек LDAG. Активируется он как всегда в программе, хитро иногда отваливается. С плеером М8 подключается вообще без проблем автоматом. Во всем остальном нужно его активировать отдельно в проге. Микрофоны работают отлично, голос не искажают, окружающие шумы глушат на ура. Ветер сильно не пропускает, звук как и положено топовому производителю на уровне. В наличии характерный тембральный окрас, звучание объемное, реалистичное. Громкости впритык кому-то может не хватать. На максимальной громкости появляется так называемая каша в низах, с чем это связано непонятно. По минусам ситуация следующая. Мультипойнт не заявлен и это нормальный такой фейл. Люфт у крышки бокса наушников в такой стоимости по мне совсем не серьезное дело. Хотя у вас может быть абсолютно другое мнение. Размеры подойдут не всем. Задержки в играх заметны глазу достаточно хорошо. Но один из главных недостатков по мне лично это цена. Официальная цена на сегодняшний день в районе трех сотен долларов на официальном сайте. На Алиэкспрессе, на Т-Моле сейчас будет в районе 290 долларов при использовании купона. Без купона и промокода. Можете покупать в официальном магазине. Там по-моему выходит 340. Но опять же на Т-Моле официальный магазин Sony. Гарантия от него же. Но сегодня мы говорим не только о итоговой оценке ушей, а сравниваем их по качеству активного шумодава. Эти наушники по мне имеют самый хорошо отрабатываемый активный шумодав из всех представленных ушей. Я ни у кого не встречал еще такой фишки, как активация изучения часто посещаемых мест для более точной подстройки системы шумоподавления наушников. Как это реализовано в приложениях у Sony. Может быть где-то видели вы? Скиньте, я буду рад узнать об этом. И кстати, чтобы вы понимали, почему все-таки у японской Sony цена в 300 долларов является адекватной, потому что, ну допустим, такси из центра Токио в аэропорт выйдет вам минимум в 300 долларов. Вот и считайте, дорого для них купить данные наушники или нет. Просто они не ориентированы на наш рынок, что в принципе логично. Вне топа я помещу Huawei Freelace Pro. И вот почему. В этих наушниках есть функция активного шумоподавления, которая очень хорошо отрабатывает. Премиальные материалы, суточная автономность, шнурки, такие функции, мультиподключение, слегка урезанная, но рабочая быстрая зарядка, режим прозрачности и довольно приличный звук. Как вы понимаете, форм-фактор этих беспроводных наушников наушники-затычки на шнурке. Это, конечно, не ТВС наушники, а просто Wireless, но от этого обладают они довольно специфичными плюсами и минусами. Комплектация наушники, запасные амбушюры по совместительству, обладающие функцией дополнительных фиксаторов, кабель переходника на переходник USB-A, документация и все. Заряжаются наушники просто. Достаточно снять колпачок по принципу колпачка от ручки с блока от кнопок. И после этого подключить USB Type-C к любому выходному концентратору. Идеальный вариант к телефону марки Huawei или Honor. Сразу и обновите. И использовать как гарнитуру сможете, мало того, что зарядить. Аккумулятор на 150 мАч для зарядки с нуля достаточно одного часа. Автономность на 50% громкости без включенного активного шумоподавления составляет 24 часа. На 50% громкости с активированным активным шумодавом автономность составит 16 часов. Есть функция быстрой зарядки. 5 минут зарядки дадут вам 5 часов звучания. В программе Huawei iLife можно обновить прошивку, отключить сенсорное управление на наушниках и изменить активируемые функции шумоподавления. Функциями наушники не перегружены. Защита от влаги и пыли IP55. Если запрягаете девайс с двумя устройствами, то при двойном нажатии на кнопку питания в течение 4 секунд наушники переподключаются к другому устройству. Такой вот мультипоинт. Максимум так можно подключить до двух девайсов. В наушниках есть магниты, но в данном исполнении они не играют роль автопаузы. Как только вы соединяете наушники, они автоматически выключаются и отключаются от устройства. Как только вы разъединяете, наушники автоматически подключаются к ранее сопряженному девайсу последнему снова. Шумы в офисных помещениях шумодав давят отлично, и это не особо удобно, но ожидаемо. Лопоухий дизайн. То, что нельзя ответить на звонок сенсором на правом динамике плохо. Bluetooth версии 5.0, отвалов не было, микрофризы встречались только в местах с большим количеством Wi-Fi сетей. В ютюбе видимой задержки нет, играть тоже можно, но в играх задержка заметнее. Звучание. Внутри довольно приличные 14-миллиметровые драйверы, звучание очень объемное и насыщенное. Но лично мне не хватает среднего баса, и разумеется середина довольно урезана. А встроенного в программу эквалайзера нет. В целом звучание правильно, без перегрузов и лишних акцентов. И за звуком очень многие пользователи оставляют свой выбор именно на эти наушники. К минусам кодеки поддерживаются только SBC и AC. Микрофон лично мне на данный момент не особо нравится, бывает и лучше, но в целом неплохо. Для шнурка лично по мне они с микрофоном что-то перемудрили. Через сенсоры наушников нельзя отвечать на входящий звонок, в наушниках нет запаса громкости. Кстати, по микрофонам есть топ-100 наушников и 4 топа по 30 наушников работы микрофонов на канале. Если вы хотите долго и упорно выбирать себе идеальную гарнитуру, милости прошу. Шнурков там тоже 9 штук есть в топе. Хорошая идея для производителя добавить вибро в пульт управления, это круто, чтобы при входящих звонках наушники еще и вибрировали. Думаю, многим зайдет, пока такого нигде не видел. Иногда я слышу шупение после включения наушников без музыки с включенным шумоподавлением или звукопроницаемостью. Цена по ссылке в описании к видео плавает от 70 до 90 долларов, иногда 60. На распродажах реально купить еще дешевле. Резюмирую, если вам нужен шумодавл и прозрачность в шнурке, альтернатив я не знаю таких хороших и выгодных. Ну, относительно. Bullet 2 от OnePlus, конечно, неплохие, если правильно амбушюры подобрать. Но это все лирика. Резюмирую. Вам есть из чего выбирать. Если вам нравятся мои топы и подобные вообще сравнения, пишите. Если с чем-то не согласны, так же пишите. Почему я так все распределил? Опять же, это мои личные ощущения. Можно просто включить в голову эти наушники и оценить примерно там, как они давят один или другой звук. Но эти наушники я тестировал все практически не по одной неделе, некоторые несколько месяцев. И вот таким образом в моей голове собрался топ. Понятно, OpenNK Free свежие, понятно, Sony 4 свежие. Но объективно у них лучшие шумодавлы в любых условиях обстановки у тех же Sony. Не забывайте писать в комментариях, что бы вы еще хотели, чтобы я купил на обзор. Поддерживайте лайком. Пишите в комментариях, с чем вы в топе не согласны. Что бы вы еще хотели, чтобы я тестировал в подобных устройствах, либо каких-то других. Приходите на стримы. Спасибо большое за просмотр. Всем девайсам в данном топе да, однозначные и бесповоротные. Добра и удачи вам, дорогие друзья.